С вами канал Учебник Слух. География, седьмой класс. Тема урока – население Северной Америки. Помните, что в Южную Америку люди перебрались по Панамскому перешейку из Северной. А вот откуда появились люди в Северной Америке? Тоже пришли. По мнению ученых, в прошлом между Евразией и Северной Америкой лежала суша. Ее назвали Берингией. Вот по этому перешейку древние племена перешли с материка на материк. Произошло это около 30 тысяч лет назад. Переселенцы из Евразии относились к монголоидной расе. Именно они были предками коренных обитателей Северной Америки – алиутов, эскимосов и, конечно, индейцев. Индейцы появились на материке раньше других народов. Они широко расселились по просторам огромного материка, освоили самые разные природные зоны. Индейцы жили и в лесах, где промышляли лесную дичь, и в прериях, где основой их жизни стала охота на бизонов. Даже жилища охотников на бизонов, вигвамы, делались именно из бизоньих шкур. Некоторые племена двинулись дальше на юг и освоили еще один материк – Южную Америку. Кстати, сами себя индейцы никогда индейцами не называли. Это название появилось в результате знаменитой ошибки Христофора Колумба. Он был уверен, что приплыл в Индию, вот и назвал живущих на открытых им землях людей индейцами, жителями Индии. Когда стало ясно, что Индия находится на другой стороне земного шара, это название уже вошло в привычку, и заменить его оказалось невозможно. Так это ошибочное название и закрепилось. А как же тогда они себя называли? По-разному. Они ведь были очень разные. У них были разные языки, обычаи, уклад жизни. Существовало много сотен различных племен. Крупнейшими из них были племена Наваха, Сиу, Апачи, Дакота, Гуроны, Семенолы, Деловары и другие. Откройте книги Фенемора Купера, и вы увидите, какими они все были непохожими друг на друга. И, кстати, не всегда дружественно друг к другу настроенными. Индейцы, обосновавшиеся на юге Северной Америки, ацтеки и майя, сумели создать могучие государства, не уступавшие Индейской империи инков в Южной Америке. Значительно позже индейцев в Северную Америку пришли эскимосы. К этому времени индейцы полностью освоились на материке, и новичкам пришлось селиться в самых суровых природных условиях на крайнем севере материка. Трудно найти места, менее пригодные для жизни, чем арктические пустыни в северо Канады и Гренбурге. И, тем не менее, эскимосы их освоили и прекрасно себя там чувствовали. Они ловили рыбу и охотились на карибу. Но главным для них был промысел морского зверя, тюленей, моржей и даже китов. При встрече не следует называть их эскимосами. Так их называют лесные индейцы. Оно означает «поедатели сырого мяса». Эскимосам это кажется обидным прозвищем, и сами себя они называют инуиты. А это не нравится уже самим индейцам, потому что означает «настоящие люди». В тысячелетии индейцы оставались полноправными хозяевами материка. Но все изменилось в 1492 году, после открытия Америки европейцами. Первыми на новом материке оказались испанцы. Вы уже помните, что принес их приход жителям Южной Америки. В Северной Америке все было точно так же. Конкистадоры завоевали и разрушили великие индейские государства, расположенные недалеко от побережья Мексиканского залива, но вглубь материка не проникли. Позднее в Северной Америке появились переселенцы из других стран Европы и прежде всего из Великобритании. Селились они главным образом на побережье Атлантики, где очень скоро возникло много крупных городов, жизнь в которых мало отличалась от жизни в любом европейском городе. Но людей приезжало все больше и больше. Их привлекали богатейшие земли нового материка. И от побережья на запад потянулись караваны переселенцев. Целыми семьями они двигались через прерии на огромных фургонах, заменявших им дома. Это были простые работящие люди, которые хотели только одного – занять кусок земли, обрабатывать его, построить дом, расти детей. Вот только у этой земли уже были хозяева – индейцы. А индейцы тоже хотели просто жить на своей земле, как жили их предки – охотиться на бизонов, строить свои вигвамы и растить детей. Между индейцами и переселенцами начались стычки. И в этих столкновениях обе стороны чувствовали себя правыми. А потом вмешалась армия. И начались войны, которые так и вошли в историю под названием «Индийских войн». Войны эти велись самым варварским способом. Поняв, что жизнь индейских племен связана с охотой на бизонов, европейцы стали уничтожать этих животных. Создавались целые отряды профессиональных охотников, уничтожавших бизонов десятками тысяч. Очень скоро бизоны оказались практически на грани полного исчезновения. В результате численность индейцев сократилась в сотни раз. Многие племена полностью исчезли, а оставшиеся были вытеснены в полупустынные районы, где для них были созданы резервации, то есть специально отведенные для жизни территории. До недавнего времени индейцы не имели права их покидать. Сейчас в Северной Америке проживает 450 миллионов человек. Самым большим населением обладают Соединенные Штаты Америки. В этой стране живет почти 300 миллионов человек. Основную часть населения составляют потомки выходцев из разных стран Европы. В южной части материка преобладают потомки людей, прибывших сюда из Испании. Не случайно в этой части материка так много географических названий испанского происхождения. Рио Гранде, Рио Колорадо, Сьерра Мадре и так далее. Но испанский язык преобладает и в Южной Америке. Таким образом, имеются черты сходства между населением двух материков. Отсюда появились два термина – Центральная Америка и Латинская Америка. Центральной Америкой называют Южную часть Северной Америки. Латинскую Америку составляют страны Южной и Центральной Америки, население которых говорит на испанском или португальском языке. Северную часть материка заселили переселенцы из Великобритании и Франции. Поэтому в США основной язык английский. Для части канадцев родным языком является французский, для части – английский. Их так и называют – франко-канадцы и англо-канадцы. Приезжали сюда люди и из многих других европейских стран – Ирландии, Польши, Италии, Германии и других. Об этом говорят названия многих американских городов, которые строившие их люди называли в честь своих родных городов. На карте Северной Америки можно найти Париж, Рим, Берлин, Варшаву, Одессу, Афины. В Северной Америке много афроамериканцев. Так называют темнокожие население далеких потомков рабов, вывезенных из Африки для работы на полях и плантациях. Всего в Северной Америке проживает около 40 миллионов афроамериканцев. Большая их часть живет в США и в странах Карибского бассейна. В Центральной Америке, как и в Южной, много смешанного населения – мулатов и метисов. Материк заселен крайне неравномерно. Очень густо заселена Центральная Америка, особенно острова Карибского моря, а также территория, расположенная между Великими озерами и Атлантическим океаном. Именно здесь прежде всего и селились люди, приезжавшие на материк из Европы. В Центральных районах людей живет значительно меньше, чем на берегах Тихого и Атлантического океана. А крайний север материка заселен очень слабо. На побережьях Ледовитого океана и островах Канадского арктического архипелага населения почти нет. В Северной Америке много больших городов. Некоторые из них входят в число крупнейших на планете. В пятерку самых больших городов мира входят Нью-Йорк в США и столица Мексики – Мехико. При беглом взгляде на политическую карту материка кажется, что на нем всего три крупных страны. На самом деле стран в Северной Америке много – почти 30, но большинство из них, расположенные в самой южной части материка, маленькие по площади. Почти 90% территории материка действительно занимают три страны, две из которых – настоящие гиганты. Это Канада и Соединенные Штаты Америки. Третья страна – Мексика. К югу от Мексики находятся страны Центральной Америки. Это семь небольших стран, расположенных на Панамском перешейке. К востоку от Центральной Америки в Карибском море расположена самая большая группа стран материка, которые называют Карибскими. Хотя еще издавна за ними закрепилось название Вест-Индия. А еще про этот район говорят как об американском Средиземноморье. Климат здесь, правда, не Средиземноморский, но многочисленные морские курорты на этих островах играют для Америки такую же роль, что и в Средиземноморье для Европы. Повторим главное. Люди появились в Северной Америке примерно 30 тысяч лет назад. Они пришли из Азии по существовавшему в то время сухопутному мосту между Евразией и Америкой и быстро расселились по просторам нового материка. Существовало множество индейских племен, которые жили в самых разных природных условиях. Они различались языком, традициями и особенностями хозяйственной жизни. Индейцы жили в лесах, в горах и в прериях. На юге материка существовали государства индейцев-ацтеков и майя. С 15 века начинается долгий период колонизации Северной Америки. Сначала Испании, а потом Великобритании. Индейцы были почти полностью уничтожены или размещены в резервациях, а материк заселили выходцы из Европы. Население материка составляет 450 миллионов человек. Большая часть населения живет на востоке и юге материка. Север почти не заселен. В Северной Америке находятся крупнейшие города нашей планеты – Нью-Йорк и Мехико.